Это был долгий, тернистый и очень интересный путь. Идея стать сетевым детским садом у коллектива 30-го детсада «Гвоздичка» возникла не сразу. Впервые об этом проекте они узнали в 2016 году и решили принять в нём участие. Первый блин вышел комом, педагог не смог попасть в полуфинал. Однако начало было положено. Первый опыт был у нас неудачен, но другого результата мы не ожидали, так как эта область была для нас непонятна, для педагогов, работающих по традиционным технологиям. Но упорство и труд привели нас к высоким результатам. Две стажировки на базе нашего дошкольного учреждения, победы в командных конкурсах, участие в работе стажировочных площадок в городах в присутствии госкоорборации «Росатома». Приобретённый опыт помог достойно показать себя в конкурсе профессионального мастерства проекта «Школы Росатома» за право стать сетевым детским садом проекта сражались пять детских садов, пять профессиональных управленческих команд. Нестандартные задания требовали быстрого и творческого реагирования. По итогам конкурса четыре дошкольных учреждения вошли в инновационную сеть, в том числе и команда Саровского детского сада. Став победителями данного конкурса, на нас возлагается большая ответственность. Теперь педагоги нашего дошкольного учреждения должны выполнять сетевые стандарты «Школы Росатома». А это шесть позиций, которые обязательны к выполнению. И самое первое – это то, что в детском саду должна жить игра. Должно быть право у детей делать выбор, самостоятельный выбор своей собственной деятельности. Детский сад получил солидную грантовую поддержку, которую направят на строительство среды «Опенспейс». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.